Геморрой – это проблема, с которой сталкиваются многие, причем как мужчины, так и женщины. Он доставляет немало дискомфорта и снижает качество жизни. Данное заболевание представляет собой достаточно болезненное увеличение кавернозных полостей венозного сплетения прямой кишки. Эти полости служат для выполнения функции защиты от травмирующего воздействия твердых каловых масс во время дефекации. Следует отметить, что больше половины человечества перенесло хотя бы один раз в жизни данное заболевание. Причем в цивилизованных странах этот процент гораздо выше. Принято выделять внутренний и наружный геморрой. Первый подразумевает под собой геморроидальные узлы в конечном отделе прямой кишки, а второй в наружной зоне анального отверстия. Также заболевание может быть острым и хроническим. Острый геморрой связан с тромбозом геморроидальных вен, а хронический вызван постоянным переполнением кровью растянутых вен. Прежде чем мы приступим к изучению основного вопроса, а именно какие упражнения можно делать для профилактики геморроя, следует разобрать основные причины его появления, а также отличия течения болезни у мужчин и у женщин. Отличия течения геморроя у мужчин и у женщин. Согласно статистике у мужчин геморрой встречается в 5 раз чаще, чем у женщин. Почему так происходит? В данном вопросе мнения специалистов разделились. Одни полагают, что природа больше позаботилась о строении именно женских сосудов, поскольку представительницам женского пола предстоит готовиться к родам, и сосудистое русло во время беременности и родов будет перегружено. Соответственно, мужчины являются обладателями более слабых сосудов, соответственно, они больше подвержены возникновению геморроя. Другие специалисты уверены в том, что основная причина кроется в образе жизни, который ведет практически каждый современный горожанин, что приводит к застою крови в малом тазу. В результате этого различным воспалением и заболеваниям больше всего подвержены прямая кишка и предстательная железа. У мужчин, как правило, возникает острый приступ геморроя из-за нарушения стула, постоянные запоры или поносы. У женщин же первый приступ может появиться во время беременности и зачастую, очень хорошо поддается консервативному лечению. Зачастую у представителей сильного пола данное заболевание переходит в хроническую форму. У женщин же оно обычно приобретает острую форму, хотя есть и исключения. Кроме того, у мужчин могут встречаться редкие формы хронических заболеваний, которые первое время не дают о себе знать. Они проявляются уже на поздних стадиях, что значительно затрудняет процесс лечения. Также стоит отметить, что у мужчин геморрой довольно часто сочетается с патологией предстательной железы. Из-за воспалительных процессов, которые проходят в простате, расширяются вены, а скопление крови в геморроидальных узлах оказывает отрицательное воздействие на состояние предстательной железы. Два этих заболевания необходимо лечить одновременно. Причины появления геморроя. Основная причина развития геморроя кроется в генетической предрасположенности, из-за которой может возникать врожденная слабость стенок венозных сосудов. Зачастую данное заболевание дает о себе знать после 30 лет. Также к причинам развития геморроя можно отнести следующие моменты. Длительное сидение на унитазе. Неправильное питание или заболевание органов желудочно-кишечного тракта. Негативное воздействие на кишечник чересчур соленой или острой пищи. Кронические запоры. Ожирение, малоподвижный образ жизни или сидячая работа. Кронический кашель. Наличие заболеваний органов малого таза. Вредные привычки. Курение, злоупотребление алкоголем. Также стоит отметить, что у представительниц слабого пола довольно часто развивается геморрой во время беременности или после родов. Если лечение назначено правильно, то побороть эту проблему можно довольно быстро. Но в том случае, если терапия была назначена слишком поздно или неграмотно, то есть риск перехода болезни из острой в хроническую форму. У мужчин не может возникнуть геморроя из-за заболеваний предстательной железы или из-за так называемого пивного животика или другими словами ожирения по мужскому типу. В любом случае, необходимо адекватное лечение. Основные признаки наличия геморроя. У женщин чаще всего проявляется геморрой во время беременности в третьем триместре. Это связано с тем, что матка увеличивается в размерах и давит на кишечник, что в свою очередь приводит к весьма неприятным последствиям. Этому заболеванию могут предшествовать запоры. У мужчин могут появиться первые признаки геморроя после употребления вредной пищи или злоупотребления алкогольными напитками. Также может возникнуть тромбоз сосудов узла. Заболевание, как правило, протекает с ярко выраженным болевым синдромом. Боль может усиливаться во время опорожнения кишечника, а также в процессе ходьбы, смеха, кашля или натуживания. Иногда возникают незначительные кровянистые выделения. Пациент может обнаружить кровь на поверхности каловых масс. Очень часто при геморрое появляется трещина анального отверстия. В данном случае кровь может появляться намного чаще. Также необходимо заметить, что выделяют четыре стадии геморроя. На первой стадии геморроидальный узел находится в полости кишечника. Но даже несмотря на это, пациент может обнаружить незначительное кровяное выделение во время дефекации. На второй стадии процесс обостряется и узлы выходят из анального отверстия, но они вправляются обратно самостоятельно. На третьей стадии пациенту приходится руками вправлять узлы, а на четвертой стадии они не вправляются. На любой стадии могут возникнуть болевые ощущения из-за тромбоза расширенных вен прямой кишки. Если болезнь протекает долго и человек не занимается лечением, риск появления болевых ощущений увеличивается. Какие упражнения помогут в профилактике геморроя? Перейдем к самому главному, как не допустить развитие геморроя. На самом деле все предельно просто, есть ряд упражнений, которые вам в этом смогут помочь. Среди них встаньте прямо, скрестите ноги, напрягите ягодичные мышцы и мышцы ануса. Оставайтесь в таком положении примерно 15 секунд. Сделайте 10 повторений. Данное упражнение необходимо делать 10 раз в сутки. Для этого выберите любое удобное для себя время. Следующее упражнение станет надежным помощником для тех, у кого повышенное газообразование. Для его выполнения необходимо лечь на спину, согнуть ноги в коленях, прижать их к подбородку и обхватить руками. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем выпрямите ноги и вытяните руки вдоль туловища. Это упражнение поможет вам стимулировать работу кишечника. Встаньте на четвереньки, упритесь на ладони или на локте, как вам будет удобнее. Приседайте ягодицами на пятки поочередно на каждую ногу. Повторите упражнение несколько раз. Бег также является отличным упражнением, которое поможет при профилактике геморроя. Преимущество данного упражнения заключается в том, что вы можете бегать везде. На стадионе, в парке, по городу и так далее. И делать это можно в любое удобное для вас время. К тому же это поможет вам поддерживать себя в отличной форме. Спортивная ходьба также является отличным способом предотвратить развитие геморроя. Минимальная дистанция должна составлять 2 км в день. Необходимо выстроить ритмичный ход, спину держать ровно, плечи расправить, живот втянуть. С пятки перекатывайтесь на носок и отталкивайтесь. Спортивная ходьба также поможет вам держать себя в отличной форме. Это упражнение поможет вам регулировать кровь в области малого таза. Для его выполнения вам также необходимо будет встать на колени, обпереться на ладони или на локте, а затем вытягиваться поочередно на каждой руке. Во время выполнения упражнения следует прогибать поясницу к полу. Еще одно упражнение для стимуляции кровообращения в малом тазу. Лягте на спину, приподнимите ноги вверх, держите их прямо, а затем разведите в стороны и сведите вместе скрещивая. С помощью данного упражнения вы не только предотвратите появление геморроя, но и укрепите ваш пресс и бедра. Это упражнение поможет стимулировать работу кишечника. Для его выполнения необходимо лечь на спину и поочередно поднимать и опускать прямые ноги. Это упражнение также поможет вам укрепить мышцы пресса и бедер. Отличное упражнение, стимулирующее отток крови из органов малого таза. Лягте на спину, согните ноги в коленях и разведите их на ширину плеч. Опирайтесь на плечи и ступни. Таз необходимо оторвать от пола на несколько секунд и зафиксировать в таком положении. После этого опуститесь на пол и повторите упражнение 10 раз. Оно поможет вам укрепить ягодичные мышцы и мышцы бедер. Упражнение велосипед знакомо абсолютно всем, оно отлично подойдет не только для тренировки мышц пресса и бедер, но и для укрепления и стимуляции работы кишечника. Для его выполнения лягте на спину, поднимите ноги и делайте ими махи по очереди, разгибая и сгибая колени. Для того, чтобы получить желаемый эффект, необходимо выполнять вышеперечисленные упражнения трижды в неделю по несколько раз в день. Вовсе не обязательно делать все упражнения, достаточно выбрать 3-4 штуки. Это поможет достичь необходимого результата. Благодарим вас за просмотр нашего видеоролика. А если вы хотите сказать нам спасибо, то лучшим способом для этого будет лайк. И если вы еще не подписались на наш канал, то самое время сделать это прямо сейчас. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых полезных и информативных роликов.